Это видео не про то, как больше и быстрее запоминать. Больше и быстрее запоминать это на самом деле не про память, это не про развитие памяти. Это про угнетение своей памяти, про заталкивание в нее ненужной лишней информации. И по превращению себя в такой жесткий диск, как у робота, это очень опасно и очень чревато. Так же, как очень опасно и очень чревато все техники скорочтения. Только техника медленного чтения развивает нас, развивает нашу память. Техника скорочтения крайне опасна. Она может привести вас к фатальным последствиям в старости, вплоть до деменции Альцгеймера и прочего-прочего. Вот она память, да? Доступна каждому человеку, взял и вспомнил. Память это самая малоизученная и малоисследованная область ума человека. Поэтому, все, кто про быстрое достижение, быструю память и про то, что я перечислил, до свидания. А мы переходим с вами ко второй части развития нашей памяти. И мы начинаем с того, что я обещал, с чистого листа. В прошлом видео мы с вами посмотрели на листок в клеточку и на чистый листок. Когда человек видит листок в клеточку, он не видит ничего. Почему? Потому что на листе в клеточку нет клеточек. Клеточки образованы двумя структурами. Структурой чистого листа и структурой линий. Вот эта матрица, нанесенная на чистый лист, и создает эффект клеточек. Но проблема не в том, что это эффект. Проблема в том, что когда мы с вами с детства приучаемся к мысли и к идее о том, что это клеточки, мы перестаем воспринимать реальность. Вместо восприятия реальности заставляем себя работать вот с этими укрупненными образами, которые мы называем макросы. Человек больше не видит ничего, кроме макроса. Он не воспринимает реальность. Наша память вынуждена будет крутиться внутри себя. Она не получает информации извне. Она работает только с собственными макросами. И вот именно это приводит к тому, что наша память начинает атрофироваться, ослабляться и прекращается. Потому что наша память должна обслуживать другие системы. Открытую систему наша память обслуживает систему восприятия. Предлагаю вам провести очень простой эксперимент. Возьмите листок в клеточку. Возьмите листок в клеточку. И найдите эти клеточки. И до тех пор, пока вы не увидите, что клеточек нет, вы должны это увидеть своими собственными глазами. Не делайте это в голове. Не делайте это в воображаемом листке. Реально возьмите листок в клеточку. И посмотрите на него. И отделите вот эти линии, которые образуют эту полиграфическую матрицу, нанесенную на белый лист от белого листа. И увидите сквозь вот эти линии белый лист. И вы увидите что-то еще даже больше того, что я сейчас объясняю. Почему? Потому что, когда мы непосредственно воспринимаем информацию, мы видим больше всех, кто нам что-либо объяснял ранее. Затем... После восприятия листа в клеточку возьмите просто чистый лист, белый чистый лист. Смотрите на него. Смотрите на него. Что надо увидеть? Опять же, увидеть больше, чем я говорю. Но сначала скажу. Вы должны увидеть белый чистый лист. Белый чистый лист. Реально увидеть этот белый чистый лист. И если вы вместо этого белого чистого листа будете видеть на нем какие-то символы, какие-то образы, то поработайте с этим. И попробуйте отделить эти символы и эти образы от этого белого листа. И вы поймете, что то, что вы видите как белый лист, это одно. А те образы и символы, которые вы вдруг увидите на чистом белом листе, это другое. И они идут из другого источника. Но этот источник тоже находится в вас. Сейчас нам люди в комментариях напишут, а где же память? Мы должны сначала очистить нашу зону восприятия. В предыдущем видео написано в комментариях, как очистить память. Смотрите, не торопитесь. Надо действовать пошагово, системно. Сначала очищаем зону восприятия и научимся воспринимать. Затем, через восприятие мы очистим память. Понимаете, нельзя просто так очистить память. Нет такой половой тряпки. Нет такого совка с веником, чтобы взять там подмести. Только прогон через нашу память с помощью восприятия объективных картин восприятие дает нам эти картины. Вот этот процесс будет очищать вам память. понимаете, и тогда через какое-то время воспринимая мир вот своими органами чувств, не своими макросами, а вот непосредственно органами чувств, вы очистите свою память. И вот тот момент, когда вы ее очистите, вы увидите фантастическую вещь, что вам даже не надо развивать свою память. Вы увидите, насколько она велика у каждого из нас. Вот для тех, кто еще не ушел из нашего видео, сообщаю, память человека способна вместить видимый и невидимый мир. вот это подобно тому, как память мастера игры в ГО способна вместить в себя игру, количество комбинаций в которой примерно как количество атомов в двух галактиках. Он не только в пределах этой игры все помнит, он еще и предыдущие игры помнит. И поставил сюда все, твоя цель достигнута, его действия не важны. Дальше все, это комбинация автоматическая, ты ее видишь, комбинация, девочка, ты вылезешь из окружения, смеешься, ржешь в лицо и говоришь, ребята, ну, с вами играть вообще, скажи, вы такие наивные, сыгранные собой, им и другими людьми. Вот из ГО мы знаем, какая может быть память человека, из ГО мы это знаем. Но не надо заниматься ГО, чтобы узнать, какая у тебя память, сделайте вот эти простые вещи. У нас очень простое задание, вот рассмотреть два листка и почувствовать то, что я сказал. А затем мы с вами сделаем следующий шаг. И если вам это интересно, если вам это нравится, не надо кричать в комментариях, что вы ничего не поняли. еще раз, тот, кто не понял, молодец. Только вы неправильно это применяете. Не понял, надо применять к развитию себя, к развитию восприятия. Не понял, это дар. А когда вы это не понял, в кого-то бросаете, это вы свой дар бросаете. Вы бросаете, отнимаете у себя этот великий дар, я не понял. Себе оставьте его, себя им накормите, а нам поставьте лайк, если тема памяти для вас важна, если вы хотите иметь не просто великолепную память, достойную человека. Мы об этой памяти будем говорить в этих наших сериях, посвященных памяти. Любим вас всех. Ставил с вами был мастер го, до встречи.